Приветствую вас! Существует определенная цепочка поведения человека и его действий. То есть и действие, и поведение человека, и его намерения, и его мотивы связаны в единую цепь. В единую цепь восприятия всего этого другим человеком. Первая идут личностные качества, потом идут производные от этого намерения, потом, соответственно, поступки, и потом их результат. То есть результат, я имею ввиду, этих поступков. И вот вы пишете о том, что молодой человек, молодой человек, постоянно спрашивает вас, нашли ли вы кого-нибудь. Это поведение, это действие. Хотя при этом сам молодой человек говорит, что между вами ничего нет. Нет. А молодой человек говорит, что между вами ничего не может быть. Но при этом он интересуется вами, да? Он интересуется при этом, значит, вашим положением, личным положением. Он интересуется при этом. Понятно, что просто так он делал этого не стало. Это вообще наш вид. Давайте подумаем, что может человеком двигать. Какие намерения. На самом деле, на самом деле, намерений может быть не так уж и много, если вот по существу говорить. Намерения либо позитивные, либо, соответственно, какие? Либо негативные. Негативные, да? Направленные не на вас, а против вас. Направленные не на ваши интересы и не на вашу выгоду, да? А на его интерес и на его выгоду, соответственно. Так вот, исходя из этого, исходя из данного аспекта, исходя из данного момента, вы сами как считаете? Мужчина, он настроен больше как? По отношению к вам. Он настроен больше положительно или больше отрицательно по отношению к вам, опять же. Постарайтесь подумать. Вы знаете его личностные качества? Вы знаете, чего мужчина хочет? Вы знаете, на что мужчина настроен? Вы знаете, опять же, его ценности? Я так полагаю, что знаете его ценности. Так, а как? Чего он хочет? Зачем он спрашивает вас про то? Нашли ли вы кого-нибудь или нет? Постарайтесь подумать с этим вопросом, исходя из него качества. Мы можем только предположить. И поскольку вам уже, в принципе, была высказана определенная точка зрения на данную ситуацию, то я хотел бы высказать не альтернативную, это было бы неправильно говорить, альтернативную точку зрения. А, наверное, просто немножечко под другим углом смотреть на ситуацию. Молодой человек говорит, что между вами ничего не может быть, значит, тема отношений с вами, скорее всего, уже поднималась. И молодой человек понимает, что он вас как бы отверг, молодой человек понимает, что он вас оттолкнул. И для него вот эта вот поведенческая модель, когда он вас оттолкнул, она для него имеет определенное значение. То есть он вас оттолкнул, он это сделал, и он как бы оказался на какое-то время, он оказался перед, ну опять же, вот на мой взгляд, это перед неким соблазном. То есть у него был и остается соблазн с вами в отношения вступить. Но он этого не сделал. Он не вступил с вами в отношения. Почему, опять же, это не столь важно именно сейчас? Почему он этого не сделал? Важно другое. Что не вступил. А раз не вступил, значит упустил возможности. Вот люди всегда довольно болезненно реагируют на то, когда они упускают возможности. Ну, так вот, к сожалению, было. И молодой человек спрашивает вас о том, нашли ли вы кого-то или нет. С одной стороны, пытаясь для себя решить вопрос того, насколько он для вас был важен, насколько он для вас был ценен. Да? И одновременно проверяя, проверяя, одна вы или нет. То есть для себя решая вопрос. Можно ли дальше стесать себя мыслью, что вы по нему переживаете, например, или нет? Да, это, безусловно, мне очень приятно. Я с вами здесь согласен. Но молодой человек ведет себя именно так. Опять же, именно вот по тому, что вы отказываетесь. По той информации, которую вы представляете. Полная вероятность, что вы скажете и другое. Полная вероятность, что вы скажете такое мнение, что, например, он обо мне заботится, он хочет, чтобы у меня все было хорошо. И, собственно, именно вот по этой причине, по причине того, что он хочет, чтобы у меня все было хорошо, он и спрашивает меня об этом. Опять же, спорить с вами мы не будем. Если вы считаете так, если вы считаете, что он действительно относится к вам хорошо и хочет вам только, ну, добра и так далее. Это ваше право. Ваше право. Ваше право. Так считать вы его знаете лучше, я надеюсь только, что вы не ошибаетесь. Тут момент другой, на самом деле, куда более важный, и о котором вы, так вы знаете, очень деликатно, на мой взгляд, деликатно молчали. Момент этот касается того, что вас, именно вас это интересует. Интересует то, почему молодой человек спрашивает вас, нашли ли вы себе кого-нибудь или нет. И вопрос, который я хочу задать вам, почему вас это волнует? Вы хотите все-таки с ним быть, вы все-таки чувствуете, что неравнодучно к нему, вы все-таки испытываете к нему чувства? Если так, то эти чувства в лучшем случае безответны, в худшем случае мужчина может использовать ваши чувства для того, чтобы достичь тех моментов, которые ему самому нужны и нужны от вас. Поэтому я в этой ситуации, в связи с этим, рекомендую вам меньше думать о нем, о молодом человеке вообще. В данном случае меньше думать о нем и больше думать на самом деле о себе, о вас. Как вы видите свою жизнь? Какой вы видите свою жизнь? Как вы ее, там, хотите, например, прожить? С кем вы хотите прожить свою жизнь? Какой мужчина вам нужен рядом обязательно? Какого мужчину вы не готовы принять? Какого мужчину напротив вы готовы принять? Вот это все является очень важным в том, что вы, как бы, это все очень важно в том контексте, который вы принимаете. То есть контекст, я имею в виду именно взаимодействие с, вот, как раз противоположным полом, да, с мужчиной. Это, как раз таки очень важный момент. Именно то, чего вы хотите сами для себя. И если вы в нем нуждаетесь, в мужчине, я имею в виду, если вы нуждаетесь в мужчине, если вы хотите обязательно вот с ним быть и так далее, да, если вы не можете без него и так далее, то это ваша потребность. И потребность, как известно, нужно удовлетворять, ну, в первую очередь, правильно. То есть нужно, чтобы вы правильно свою потребность удовлетворяли. Когда человек находится на, точнее, в невзаимных отношениях, ему всегда в этот момент тяжело. Ему тяжело, потому что он находится для себя в заветомо проигрышной ситуации, проигрышной позиции. Но, чтобы вам для себя стать независимой, чтобы вам для себя не впадать в эмоциональную зависимость от мужчины, да, нужно, чтобы вы поняли для себя, что вам нужно и чего вы хотели бы вообще, чего бы вы вообще хотели бы для себя. Когда вы говорите о том, почему мужчина там вот спрашивает меня, да, значит, нашла ли я кого-то себе, не нашла ли я кого-то себе и так далее. Когда вы об этом спрашиваете, когда вы интересуетесь вот этими моментами, вы тем самым тратите свою энергию не на себя, как это должно быть априори, как это должно быть при естественном, нормальном развитии отношения к себе, а вы тратите на него, на него вы тратите эту свою энергию. И отсюда возникает перекос, значит, перекос с вас на него, и в результате вы становитесь эмоционально зависимы, опять же, от него. И человек, в данном случае мужчина, оказывается перед соблазном воспользоваться тем, что вы в нем, опять же, по его мнению, но и не только, надо сказать, по его мнению, но и по вашему поведению в нем нуждаетесь. Такие отношения не являются равноправными, а значит, они вам, к сожалению, только вредят. Поэтому живите, пожалуйста, своей жизнью, не думайте о молодом человеке. Если вы хотите, чтобы он был счастлив, если вы любите его и хотите, чтобы он был счастлив, просто-напросто думайте о том, что вы можете сделать для того, чтобы он действительно был счастлив. Но при этом не забывайте и о себе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!